После матчевой пресс-конференции Родина М Ленинградец, главный тренер команды Родина М Рябов Игорь Викторович. Игорь Викторович, Ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Поздравляю команду Ленинградец с победой. Пытались, конечно, им оказать сопротивление. Готовились к игре с Ленинградцем по сравнению с первой игрой, которая проходила у них в гостях. Ну, спасибо ребятам за самоотдачу, которую они проявляли. Пытались играть в футбол, выходить за счет коротких, средних передач с обороны в атаку. Можно оценить, сказать, первый и второй тайм. В первом тайме была неуверенность в взаимодействиях игроков. Во втором несли коррективы. И игра немного... И получается, игра направлена в то русло, которое мы хотели. Всего меньше трех суток прошло с предыдущего матча. Насколько вот эта вот небольшая разница между играми повлияла на подготовку к сегодняшнему матчу? Ну, мы планировали. Конечно, мы знали, что будет такой график. Ну, как бы восстановление. Спасибо, конечно, и медицинскому отделу. И мы планировали, как восстановить ребят и психологически. То есть игра была неудачная, так же самое в Санкт-Петербурге. Так подготовились. Я думаю, все то, что мы планировали, получилось. Две замены в перерыве связаны на усиление игры в атаку? Да, совершенно верно. Мы планировали, убрали игроков. Тем более, Капанадзе был на желтой карточке. И решили больше делать атакующие действия впереди. Конечно, еще можно отметить незабитый гол в начале первого тайма. Я думаю, игра бы немножко по-другому развернулась. Но это футбол. Идем дальше. Мы, в принципе, и предполагали, что не так агрессивно будет команда против нас действовать. Поэтому план был за счет контроля мяча, скажем так, контролировать игру, чтобы соперник больше двигался без него. Тогда тратить еще больше сил. Но, честно говоря, приятно. Я был удивлен, что молодые футболисты, на мой взгляд, быстро восстановились после тяжелого матча. И сегодня пытались действовать достаточно агрессивно. И, в принципе, заработали, скажем так, достаточно неплохо, разыграв комбинацию первый голевой момент в первом тайме. Но ближе к концу, конечно, видно было, что у нас больше, в общем-то, в этом плане больше мастерства. В плане, в общем-то, розовый мяча перед штрафной площадью. И, в принципе, голо назаревал. Вот. Нужно было забить первыми обязательно, чтобы уже, как я уже сказал, спокойно себя чувствовать в дальнейшем. Мы это сделали. В общем-то, второй забили. И во втором тайме достаточно спокойно играли. Соперник пытался опять с быстрыми выбеганиями что-то создать у наших ворот. Но мы так в целом все это контролировали. Длинные передачи за спину наших защитников. Наши защитники очень внимательно с этим сыграли и справлялись с этим. Поэтому забили третий мяч. Рабочая победа. Больше, наверное, на классе. Поэтому заработали три очка. Как бы они, скажем так, уже поставили точку в борьбе за первое место. Мы лидеры нашей группы. Но мы не успокаиваемся. У нас еще, получается, по раскладу одна игра будет за золотые очки. Сейчас посмотрим с кем. Вот, скорее всего, с «Зенитом-2». К ней будем еще серьезно готовиться. Ну и задача набрать максимально их, чтобы иметь какой-то задел перед соперниками из другой группы. В заявке у вас на эту игру было всего 15 человек. С чем это связано? Потому что в предыдущих гостевых матчах у вас в запасе было 7-8 человек. Сегодня было четверо. Ну, пропускали игру по карточкам. Мы, в общем-то, получили очень много карточек матча в Красноярске. Вот, в связи с этим 5 человек из основного состава сегодня даже не поехали на игру. Поэтому они обнулились и уже к следующему матчу будут готовы. Упомянули золотые очки. Заглядываете ли в соседнюю подгруппу? Смотрите или анализируете, как играет там команда? И с каким очковым багажом они войдут уже в весну? Конечно, конечно. Мы так скрупулезно не считаем, сколько у кавачков. Но приблизительно понимаем, что и Муром, и Текстильщик – это те команды, с кем мы будем бороться за первое место уже, скажем так, в весенней части чемпионата. Поэтому внимательно следим, конечно. Наверняка у вашей команды стоит задача выход в первую лигу. На каком стадионе будете играть? На Петровском? Ну, я надеюсь, да. На сегодняшний момент, в общем-то, эта тема не обсуждалась. Сейчас мы играли, играем и будем продолжать играть на Петровском, где действительно супер атмосфера, где тут футбольная аура. И у наших молодых ребят, как говорится, крылья вырастают. И если они с первых минут играют или выходят на замену, конечно, они, в общем-то, наверняка практически все мечтали играть на этом стадионе. В общем-то, здесь остается только одно – выходить, выкладываться и побеждать. Вам удалось в качестве игрока поиграть на Петровском? На Петровском – нет. Нет. На стадионе Кирова, да. Потом я уже уехал в Германию, в Бундеслигу, и уже возвратился, уже был Петровский, уже на Кирова не играли. Сергей Вячеславович, Никита Разманов сегодня сделал дубль. На ваш взгляд, это был лучший его матч за все время, что вы работаете в Ленинграде? Ну, думаю, да, потому что дело даже не в забитых мячах. Дело в том, как он открывался, куда он бежал, то есть мы об этом постоянно говорим на теоретических занятиях и на практических занятиях, говорим вот эти зоны, куда нужно открываться нашим игрокам, которые играют на его позиции. И вы видели сегодня первый мяч, он сыграл на добивание, а второй, в общем-то, это классика, когда между двух защитников, левого центрального и левого защитника, вот эта полузона, так называемая, туда ворвался полуоборотом, и передача своевременно пошла. Ну, это, в общем-то, здорово. Поэтому, если он так будет играть, нам будет сложно, в общем-то, принимать решение по поводу того, кого, в общем-то, ставить с первых минут именно на эту позицию. Но сегодня правило – хорошее игры. У нас впереди два напряженных дерби – «Зенит-2» и «Динамо». У команды хватит сил, чтобы доминировать с таким же отрывом, как и до этого? У нас сейчас достаточно дней для того, чтобы восстановиться, плюс подойдут дискрифицированные игроки, поэтому мы будем в боевом составе, полный, как говорится, боекомплект. Вот. И еще раз говорю, успокаиваться никто не собирается. Мы хотим набрать максимальное количество очков, и, соответственно, одна игра будет за золотые очки. Наверное, скорее всего, вы правильно сказали, «Зенит-2» у них, в общем-то, да, не на Петровском, к сожалению, но там тоже хорошее поле, приятная атмосфера, и мы постараемся там тоже завоевать три очка. Спасибо.